Redmi S2. С этим малышом можно не брать фотик на отдых и получать качественные фото. Не нужны переходники для зарядки, ведь это глобальная версия. Можно смотреть фильмы, играть, браузить. На все это мощи у него хватит. Он очень недорогой. А какие подводные камни у него есть и стоит ли брать или выбрать что-то другое? Давайте разберемся. Меня зовут Андрей, вы на канале Smart Plus. Сразу к делу. Заказывал на Алиэкспресс. И вот в таком надежном матрасе пришел мне данный смарт. Люблю такие упаковки, так как уверен, что со смартфоном будет все хорошо. Открыв матрас, обнаружил еще и наушники в подарок. Спасибо. Кстати, ссылку где покупал оставлю в описании. Видим, что смарт пленки из завода. Это понятно, ведь смартфон глобальной версии. И все языки уже присутствуют из коробки. Тут все по стандарту, по сяомишному. И зарядник у нас 2А. Шнур microUSB. Скрепочка под ним. В тайничке от Xiaomi видим защитный чехол с инструкцией. В случае с моей расцветкой прозрачный. Цвета, конечно, доступны разные. Прохожу первую настройку, ставлю язык и все. С виду смартфон мне понравился. И думаю, внешне он даже очень хорош. Аккуратный, не толстый. Лично мне нравится, что нет вставок. Он цельный с виду и похож на металлический. Да что там похож, даже не отличить. Те, кто не в теме, не поймут, из чего он сделан. А корпус у нас полностью пластиковый. Это и есть одна из причин его стоимости. Но в основном все носят чехлы. А в чехле, что пластиковый, что металлический, нет особой разницы. Декоративные полосы сверху и снизу на корпусе, по-моему, тоже красят смартфон. Без них он выглядел бы более скучным. Замечу сразу, что тут нет 2,5D скруглений на стекле. Что тоже будет плюсом для тех, кто хочет клеить стекло на экран. А это большая часть пользователей. Стекло будет покрывать всю площадь. Что, конечно же, хорошо. Замечу, что спереди есть вспышка для фронтальной камеры. Точно так, как у Redmi Note 5 и Redmi 5 Plus или Redmi 5. А сзади айфоноподобная камера, что в этом году есть трендом. И все Xiaomi сзади на одно лицо. Снизу точно такая же картина, как в смартфонах серии Redmi. Динамик, порт, microUSB и микрофон. А сканер у нас крайне быстрый. И звук разблокировки приятный. Ну и про инфракрасный порт тоже не забыли сверху. И радуюсь, что уход по 3,5 джек тоже на месте. В руке лежит удобно за счет скруглений. Вес небольшой, 170 грамм. Из коробки смартфон можно использовать сразу. Как вы догадались, если версия глобальная, то и бенды поддерживают абсолютно все, что нам нужны. Бенд 20 в том числе. Еще одним неоспоримым плюсом есть наличие полноценного лотка под две сим-карты и карту памяти. И если у вас завалялась карта памяти, то можно сэкономить и взять версию 3.32 гигабайт и пользоваться все это вместе. Дисплей у нас 6 дюймов, HD+. Вот еще одна статья удешевления данного гаджета. Хорошо это или плохо. С одной стороны, меньше нагрузка на процессор и батарею. И например, я могу играть в игрушки на более высоких настройках. Процу реально легче. Но с другой стороны, мелкие детали во время игры будут рассыпаться в пикселях. И пикселизация тут более заметна в играх. В обычном использовании вы не заметите большой разницы при серфинге или просмотре видео. Сам дисплей у нас от Shen Chao. Как-то так. Звучит по-китайски, правда? И кстати, он отличный. Довольно насыщенный, с олеофобным покрытием. Баланс белого в моем образце правильный. Белый цвет реально белый. Но я поставил в настройках более теплые тона. Мне так комфортнее даже. Как всегда, у Xiaomi отличный низкий порог яркости. Это то, что отличает бренды от полуподвала. Это важно в недостатке или отсутствии освещения. Полной яркости на улице в принципе достаточно. Но я видел и ярче. И хотелось бы все же больший запас яркости. Углы обзора, кстати, тоже отличные. Железяка тут стоит Snapdragon 625. И для этого экрана, поверьте, это более чем достаточно. Больше и не нужно. Он не новый, но будет актуальным еще очень долго. Уж очень он удачный и популярный. Энергоэффективность тоже его конек. Танки тянет на ура. Можно даже играть на максималках. Хотя для уверенности лучше средние. И PUBG тоже на средних пойдет. Все остальное щелкает как семечки. Так что кто хочет поиграть, с ним это можно. Разве что о мелких элементах и пикселях я уже упоминал ранее. К слову, оболочка на этом железе летает. Тут Android 8.1. Прикрыт MIUI 9.630. Обновляться, конечно, будет. И десятку получит. Что еще ускорит все это дело. На экранной кнопке я сразу отключил. И сразу же активировал так называемый безграничный экран. Например, вот такие лаги бывают с кнопками. Не только на этом смартфоне. Бывают вылазят во время игры. И чтобы скрыть их, нужно сворачивать ее. А управление жестами, по-моему, очень удобно. И экран не отъедает. В принципе, оболочка классная. Но мелкие недочеты тоже случаются. А вот сейчас еще один недостаток, который я заметил. Камера иногда может вылетать и активироваться только после того, как перезагружаем телефон. Например, сейчас я нажал на камеру и... И что? И ничего. Вот она. Это, конечно, пофиксят. Но уже было бы пора. Разблокировка по лицу есть, но не во всех регионах. Например, если регион Россия, будет. Если Казахстан или Украина, то нет. Но также и на Redmi Note 5. Нужна эта функция, выставьте другой регион. Хотя меня и сканер вполне устраивает. Сенсоры нужные тут есть. И в том числе магнитный датчик. По связи не замечал сбоев. Все работает отлично. 3G, 4G, все летает. Слышимость при разговоре хорошая. Меня тоже слышно хорошо. Bluetooth 4.2. А вот Wi-Fi чуть подкачал. 2,4 ГГц. Поддержки 5 ГГц нет. Например, у меня роутер раздает 5. А скорость реально выше. Но если у вас дома роутер 2,4 ГГц, сможете расслабиться. Не почувствуете никакой разницы. По камерам дела обстоят так. Тут основной сенсор точно такой же, как в индийской версии. Sony IMX486. Все неплохо. Есть режим размытия заднего фона. В нем фоткает довольно хорошо. По сути, это тот же Redmi Note 5. И болячки тоже одинаковые. Кроме того, что линзы более дешевые и темные. Апертура f2.2. Фронталку я бы сильно не хвалил, как многие обзорщики. Хотя оно тут и 16 мегапикселей. Влоги на нее не поснимать. И фотошедевры тоже не получить. Не лучше Redmi Note 5, а даже чуть хуже. Хотя для своей цены неплоха. Но в темноте со вспышкой плохенько фоткает. Какое-то все замыленное. Так, для галочки вспышка. Видеородная камера снимает максимум Full HD. И что очень хорошо, что есть электронная стабилизация. Проверка записи видео на смартфон Redmi S2. Сейчас работает электронная стабилизация. Я иду и вижу, картинка трясется. Но потом, когда смотрите, то уже она стабилизирована. Конечно же, за счет кропа. Вот тут яркое солнце. Смотрим динамический диапазон. Очень-очень похожая картина в смартфоне Redmi Note 5. Тоже немного темнит картинку, когда яркое солнце есть. Но такая у них особенность. Проверим макро. Ну и, конечно же, запись звука. Звук тут должен быть на высоте. Ну а теперь то же самое, только без стабилизации. Конечно, картинка не такая плавная. Так что я думаю, что стабилизация must have. И вы знаете, очень хорошо, что в бюджетнике начали ставить стабилизацию. Потому что это делает картинку намного более смотрибельной, нежели так. Так что вот такие дела. А сейчас я сделаю с данным телефоном то, что до меня, по-моему, не делал ни один блогер. Я буду проверять телефон на наличие перегруза. Во время съемки видео или записи на диктофон. Например, вы пишете какое-то громкое событие, а потом включаете, а там одно рыпение. Это называется перегруз. Итак, сейчас я очень близко к микрофону. И буду произносить очень громкие звуки. Если все нормально, значит тут есть компрессия. Все, ребят, по-моему, тут компрессия есть. Если я не ошибаюсь. Звук из внешнего динамика не тихий и не громкий. Именно средний в сравнении с другими Xiaomi. И по сути очень неплох. В наушниках та же картина, но хотелось бы прибавить. Какая-то у них политика такая для глобальных версий смартфонов. Искусственно занижает максимальный порог. Хотя тот же Redmi 5 громче. Теперь касаемо батареи. Тут она 3080 мА. Гарантированно при среднем использовании вам будет хватать с утра и до вечера. На ночь уже нужно ставить на зарядку. Хотя также и с Redmi 5 Plus и Redmi Note 5 тоже на ночь нужно ставить на зарядку. Ведь если на 15-20% больше остается заряда у последних, то на следующий день с утра тоже нужна будет зарядка. Тут проц и не Full HD экран решают. Так что поверьте, с ним вы не будете сидеть у розетки. И можете не переживать по этому поводу. Ну и что в итоге мы имеем? Этот смартфон имеет много общего со своими собратьями. По камерам и производительности в играх он почти Redmi Note 5. По экрану в плане разрешения и автономности это Redmi 5. Процессор точно такой же как у Redmi 5 Plus. Вот так делают Xiaomi. Дают выбор и это в принципе хорошо. Если вам важна камера и боке и стабилизация в видео, берите или данный смарт или Redmi Note 5. В зависимости от бюджета. Если производительность в играх, то тоже или этот смарт или Redmi Note 5. Если вам нужен обязательно Full HD экран, то Redmi Note 5 или Redmi 5 Plus. Хотите две сим-карты и карту памяти и наклеить стекло на весь экран, то этот аппарат. Выбор за вами. Ссылки на популярные Redmi смотрите внизу в описании. А с вами был Smart Plus. Подписывайтесь на канал, чтобы не упустить обзоры годных гаджетов на нашем канале. Всем удачи, хорошего выбора и всем пока, друзья!